Ребята, сегодня у нас новая тема, это саркопения. Вы на канале с Аленой, здесь про здоровье, я медицинский психолог, здесь про здоровье физическое и ментальное. Можете прийти ко мне в консультацию, можете поблагодарить меня за это видео, потому что здесь все для вас. Соответственно, сегодня про саркопению и насколько важно работать с мышцами. Почему? Когда происходит длительная атрофия, очень серьезная атрофия, то организм хуже функционирует во всех смыслах этого слова. То есть худые не совсем всегда здоровые, это факт, так же как и полные люди. Но дело не в худобе и не в полноте, какая разница, кто как выглядит, главное как вы себя чувствуете. Напоминаю, что мышцы нужны для того, чтобы у вас было когнитивное здоровье в старости. Но нутриенты способствуют росту мышц. И соответственно, многие бесконечно ходят в зал и что-то делают, но мышцы никак не улучшаются. И многим говорят, что для набора мышечной мышцы нужны углеводы. Но это бред, бред собачий. Инсулин помогает росту мышц и стимулирует углеводы. Чем больше углеводов, тем больше выработка инсулина. Соответственно, чем больше инсулина, тем больше адреналина, тем больше работает нервная система. И соответственно, это не всегда про здоровье. Для роста мышц организму нужно много белка. Это правда. Расщепление белков и их строительство требует нутриентов. А если регулярно действительно потреблять правильные ферменты, микроэлементы и работать физически, то это очень сильно поможет вашим мышцам. Мышцы не могут работать с дефицитом белка. Также поддерживайте нужный азотистый баланс. То есть, когда телу не хватает белка, чтобы сохранять и наращивать мышцы, вообще тут уж, простите, не до мышц. Преимущество интервального голодания в том, что организм, например, переходит на кетоны. Но не все находятся на кето. Благодаря кетонам, например, попадает тяга к сладкому. И кетоны это антиоксиданты. На кетонах лучше работа сердца и работа мозга. Но переходить на кету диету без сопровождения я не рекомендую. При наращивании мышц тело сжигает больше жира. То есть, это неверно. Обычно говорят так, но это все вранье. Увеличение мышечной массы даст возможность сжигать больше калорий. Вот это правда. Нужно во многих случаях работать с преддиабетом. Вот эта история более важна. Если у вас больше шансов нарастить мышцы и, соответственно, вы соблюдаете периодическое голодание, то здесь все у вас получится и организм возьмет то, что ему нужно. Если у вас развивается диабет, то, соответственно, белок превращается в сахар. И тут сколько бы вы белка не ели, все равно это идет в сахар. Другой момент. Мы говорим про саркопению. Почему? Потому что при саркопении начинаются болезни разных систем. Сердца, сосудов, головного мозга. Всего-всего-всего-всего. Если вы хотите это изменить, то, соответственно, придется с этим справляться. И весь мой канал про то, как работать с различными системами для того, чтобы ваш мозг был здоров.